Мода и кинематограф всегда вдохновляли друг друга. Знаменитые дизайнеры одевали знаменитых актрис, создавали костюмы для культовых картин, а зритель, ввиду отсутствия соцсетей, именно из фильмов узнавал, что носить, как стричься и укладывать волосы, где проводить свое свободное время. В последний день лета известные модники нашего города вспоминали золотые годы Сен-Лорана и Живанши. Лето было классное, лето было яркое, жаркое, и как-то так хотелось его проводить, очень здорово, тепло и уютно. И в связи с тем, что у нас очень скоро лонг-фэшн-ликенд, и мы в активной подготовке, ничего более умного, чем пикник и просмотр кино на улице, мы не смогли придумать. Но это оказалось таким классным форматом, что придет уйма народу. Заявилось уже более 70 человек, мы думали, мы проведем такое местечковое, человек на 15 мероприятия, а будет, похоже, очень много людей. Мы сегодня с нашими дорогими друзьями лонг-фэшн-ликенд провожаем летом. Пришли на эту замечательную площадку, расставили свечи, подушки. Хотим сделать так, чтобы это лето, на самом деле, очень здоровское, жаркое, теплое, запомнилось всем. Гостям фэшн-пикника предложили знаменитую картину «Фанни Фейс» в отечественном прокате «Забавная мордашка». Да, фильм, конечно же, мы выбрали исторический, фильм о моде, фильм называется «Забавная мордашка» 1957 года, с Одри Хёберна, с Фредом Астром. Будут классные танцы, классные картинки яркие. И фильм как раз рассказывает про журнал «Квалити». Это такая некоторая метафора, некоторая аллюзия на журнал «Вог». И фильм очень позитивный, и как раз закончится вот это лето ярко и красиво. Есть в просмотре ретро-фильмов какое-то романтическое очарование. Неудивительно, что идея фэшн-синема-пикника вызвала живой интерес наших современников. Здесь отличная атмосфера, отличный вечер, собралось так много людей, и мне кажется, это очень крутое окончание лета. Я люблю осень, это мое любимое время года, поэтому эмоции лучше. Плюс я уезжаю домой, скоро я из Петербурга, поэтому это тоже плюс. Вообще, нужно сказать, что в Петербурге подобные мероприятия – это не редкость, а вот то, что они проводятся в Челябинске, что они проводятся в таком формате, это для меня приятная неожиданность. Я думаю, лето было очень хорошее, и все получили удовольствие достаточно от лета, и теперь готовы вступить в осень. То, что поэты и художники называют золотым временем года, а циники периодом дождей и слякоти, для фэшионистов становится поводом составить стильный аутфит. Ну а если быть проще, одеться тепло и вместе с тем красиво.